Итак, я вас приветствую на дисциплине «Уличное право в системе юриспродавиции». Я Медиченко Роман Григорьевич, я преподаю здесь, в городском государственном университете. Я много преподаю, господи, что-то здесь я заговариваюсь. Ну и продаю, конечно, но больше преподаю у магистров и у магистров старшего курса. Но тут у нас возникла одна проблема, и меня пусть они решили запустить на первый курс. Проблема связана со следующим. Вы знаете, что есть бакалавриат, есть магистратура, естественно, у вас есть бакалаврские степени. Но мы поймали себя и других на следующем этапе, заведующие кафедры, преподаватели кафедры, которые работают с магистрами, что есть студенты, у которых нет базового юридического образования. И если нет базового юридического образования, давать магистрскую программу очень сложно. И вот была введена такая дисциплина, с этого года на первое, и у дневного потока, и у вас, заочников, это идея, ну, в одном касании, буквально за нескольких месяцев, дань человеку представление о всем праве. Вот сжать и выдать вот прям концентрированно преподать. Опыт у нас уже есть, мы имели и правоведение, наш кафедр ведет дисциплину правоведения у не юристов, и мы им кое-что уже по этому поводу сделали. Но! Давите, пожалуйста, руку, у кого нет базового юридического образования. Ну, что? Вот один человек, это было предположено, да, что часть людей уже будет юридическое образование. И что нам с ними делать? Что нам с ними делать? И было сделано следующее. Я подумал, и идея такая была. Вот когда я закончил государственного университета, это было в 1000, в прошлом веке, а до 1996 году, у меня в голове была, знаете, такая мозаика. Мозаика, причем не сложенная никак. Ну, то есть я знал, что есть крупное право, там, что есть гражданское право, я даже не узнал эти части, которые там были, административное право, но у меня не было такой общей картины. И мне очень жаль, что его не было. И вот эта дисциплина, в частности, для того, чтобы вы эту общую картину могли себе представить. То есть вторая часть, то есть для тех, у кого нет юридического образования, ну, я его дам, а у того тела, у кого оно уже есть, я его структурирую. Как это будет происходить? Это будет происходить через идею языка. Вот мы сейчас говорили про ваши имена, это не просто так, это важно, потому что любая сфера человеческой жизни имеет свой язык. Ну, есть такие общепринятые, например, русский язык, но он распространен на определенной территории, это язык общения. Ну, это бытовый язык. Мы разговариваем этим языком дома. Но есть и другой уровень языка, но это называется высокая речь. Это язык, который предназначен не для того, чтобы подай мне больше сказать. Это язык для особого, для особого случая. Ну, в качестве примера, наша культура, русскоязычная культура, я могу провести 19-й век, начало 19-го века, и там разговаривали, элита разговаривала вся такая. Если вы начинали читать «Войной мир», как это видели, там такая разговаривала на французском языке. Это был язык высокий. Вот на нем мы разговаривали, в быту нет. Вот элита разговаривала на этом высоком языке. Такие же аналогии есть и в науке. В науке есть особый свой язык. Есть ли свой юридический язык? Конечно. У нас есть свой юридический язык. И чтобы вы, Вячеслав, просто неотличимы были от юриста, а значит им стали, вам необходимо перейти на особый язык. И этот язык, мы сейчас, ну, они, что-то у них уже есть. Но необходимо это структуировать. И вообще научить четко, чисто, говорить чистым, заоборот. Как говорят немцы, чистейшим, клар, ясным, юридическим языком. Который они, это мы, юристы, они просто не понимают. Они говорят на одном языке, мы тоже его знаем. Вот вы тут так говорили. Но когда мы заходим в определенное пространство, видим светло, мы начинаем говорить на специальном нашем языке. Вот такое, что мы с вами будем делать. И у нас будет такие две части. У нас с вами занятие устных, вот эти две пары. И я сделаю такие два блока. Первый блок, я дам все правоведение, как я его вижу. И тем самым я подготовлю вас к курсам, онлайн-курсам, которые на степике будут открыты. Они еще не сделаны, только материалы готовы. Чуть позже я их сформулирую. И на этих, когда вы пройдете эти курсы, предполагается, что основную базу языковую вы получите. То есть глоссарий получите. И как нам это все соответствует. То есть первое наше занятие сегодня будет, это вот для вот этого, для онлайн-курса, чтобы вы могли его пройти, это полезно. А вторая часть, мы с вами будем работать с языком. Вот именно с юридическим языком будем его оттачивать. Или учить, кто совсем не понимает. Вот такой у меня на вас план. Пожалуйста, какие есть вопросы. Ну, если никуда нет вопросов, у меня есть такое правило. Скажет вам по вопросу. Кстати, я же прощаю. Это что-то у вас артикуляция. Вы говорите, и я не понимаю. В данном этапе у меня нет вопросов. Правильно я понимаю, что у вас сейчас какой-то особый этап в вашей жизни. Сейчас лично. В данном этапе жизни у вас нет вопросов. Но вы предполагаете, что у вас будет какой-то новый этап, где вопросы появятся. Так это важно? Или дальше, когда мы продолжим. То есть вы видите будущее, что там это появится. Появятся вопросы. Знаете, когда русская девушка говорит «потом», как это переводится? Никогда. Вот уже знаходится. Ну вот в такой культуре. Надежда, начинай. Никакого потом не будет. Будет ночь, темнота и дорога домой. Здесь и сейчас. Надо начать образование. Надо задание вопросов. Все, у него уже конверсия запустится. Запущу. То есть у вас трудность задавания вопросов? Пока у меня просто нет вопросов. Я не знаю, что надо. То есть, ну это трудность? Вы испытываете трудность задавания вопросов? Просто в данный момент, по той информации, которая была сказана вами, у меня нет вопросов. Скажите, у вас есть трудность в формулировании вопросов? Нет. Если у вас нет трудности в формулировании вопросов, почему вы его не задаете? Как правило, я уже загляднул в этот ящик. Я вижу надежду. И вижу, что она что-то меня гимнитизирует. Потому что в моем уме не складываются две вещи. Я умею формулировать вопросы, и я не умею формулировать вопросы. Я не знаю, как это не сходится. Не сходится. Вы умеете или нет? Надежда? 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 Нет? Нет. Нет. Хотите научиться? Хочу. Задайте мне вопросы. Не помогу. Вам нужна техника для задания вопроса? Нужно. Вячеслав, сформулируйте технику, вот как вы так? У вас, я вижу, сразу пошло много вопросов, не возникает. Как вы так делаете? Чтобы Надежда тоже взялась на технику и тоже задала вопросы. Мне нужно отметить, как я задаю вопрос? Ну, технику для сформулирования, как это у вас так получается. Чтобы она смогла ее взять и тоже задать вопросы. Ну, думаю, в первую очередь, этот вопрос строится из расширения понятий информации. Для уточнения или пояснения. Поэтому, сперва определяется информацией, та часть, которую нужно заинтересовало расширенно, либо непонятно, на основании этого построит вопрос. Уточнив именно эту часть. Надежда. Надежда. Понятная идея? Надежда – это слово такая. Он сам ее применил, только что это видно было. По его мимике. Заинтересоваться еще. То есть, найти что-то интересное, и как только вы найдете что-то интересное, вы заходите там в улице вы. И у вас возникнет вопрос. Правильно? Мы начали говорить про юридический язык. С чего, собственно говоря, он начинается? Какое первое слово в юридическом языке? Первое такое хронологическое. С какого слова называется? Да. Ну, мы проводили одно занятие, это было в прошлое воскресенье по этой дисциплине с дневниками. Это был дворик нашего университета. Ну, там солнце было, это было днем. Не то, что вы ночью пришли сюда. Это было днем, и мы сидели и разбирали, выбирали слово «чисто юридическое». Ну, «чисто» мы так определились, в конце концов, что «чисто» – только юристы знают это слово. Другим скажешь, ну, там оказалось, что некоторые из них не знают, хотя они вроде бы юристы, значит не юристы. И мы определились с этим словом. Вот его я вам сказал. Какой? Я вам скажу, я прошу тогда поднять руку того, кто понимает это слово и может его раскрыть, что оно означает. Пре-ю-ди-ци-я. Поднимите в вашу строку, кто понимает это слово. Ну, видите, вы пришли все по адресу, по адресу, вы не знаете русского чутиства русского языка. Вы не знаете юридического языка, и мы вам как раз вот будем и с этим языком работать. Спасибо. Следующий вопрос. Почему вы мучаете нас вопросами? Да, это хороший вопрос. В украинском языке есть слово «пытать», «запытать». Ну, «пытать» – это спрашивать. В русской культуре любой вопрос воспринимается как пытка, ну, как издевательство такое. Но это всего лишь вопрошение. То есть, ну, что такого у вопроса? Ну, я знаю, какая проблема у вопроса, потому что вопросы требуют ответа. А ответ – это ответственность. Ну, там такая проблема очень глубокая. То есть, я пытаюсь, зачем, с какой целью? Для того, чтобы сдвинуть вас с мертвой точки. Ну, так вы же отвечаете, а мы задаем вопрос. Идея такая – невозможно задать вопрос, не понимая часть ответа. Любой вопрос из двух частей – тема и арена. Тема – это то, что понятно вопрошающему, и то, что непонятно, то, что он хочет углубиться дальше. Человек, который задает вопрос, понимает в той теме, по которой он задает вопрос. Мы так, кстати, проверяем, понимают ли студенты, думаю, какие-то феномены. Вот потому я воспитаю. Запытаю. Запытание, буквально главное. Да, Елизавета. Какие, на мой взгляд, три самых ваших любимых слова и слова юристы? Знаете, я стал изучать эту дисциплину вот только прошлое воскресенье. Я знаю только… Ну, я так поступаю. Я изучаю вместе со студентами. Вот, например, я International Law, международное право, очень долго изучал. Вот изучил, и теперь вот оно в сети висит, и все теперь учат по нему. Ну, пока я вот знаю только одно слово. Остальные… Ну, я знаю много юридических слов. Они находятся у нас в таком месте, как называется, глоссарий. Ну, в любом нормативном правом. Где-то крупный, там, глоссарий. Это и есть нормативные… Ну, есть слова, которым юристы придают определенное значение. Но сейчас, Елизавета, я не готов вам дать ответ, потому что я пока, как бы, рассыпался. Ну, чтобы собрать, собраться, она начала рассыпаться, ну, как бы, ну, там была раза, да, открыться. И потом собрать что-то новое. Вот приюдиция. Ну, нельзя сказать, что это мое любимое слово. Хорошо, еще одно скажу. Потому что я хотел этим словом назвать свою дочь. Но у меня супруга филолог, и она не согласилась. Либо в реституции. Ну, реституция – возвращение в первоначальное положение. Да, изгаживать свое право. Хорошее слово, но она говорит, что-то оно как-то звучит не очень. И назвали просто волей. Ну, что это? Я не говорю, реституция. Это было бы на всюду. Тебя как зовут? Реституция. Ну, все. Ну, просто красиво. Ну, вот. Наверное, реституция. Это третья еще не будет. Да. Илья? Да. Это был вопрос. Скажи мне. Это тебе любой вопрос является вопросом? Любой. Скажите, вопрос, например, ты дебил является вопросом? Ты дебил? Есть теориторические вопросы. Ну, скажи, это не вопрос. Получается так. Ну, есть такое понятие. Вопросы делятся на корректные и не корректные. Корректные, ну, в контекстах, на протяжении. То есть, они должны быть корректны в контекстах. Как вы думаете, я прошу вас задать корректные вопросы или не корректные? Нет. Вы выполненную задания или нет? Нет. Вы не понимаете? Я все понимаю. Я все понимаю. Это логика. Ну, это все, даже женщины, все люди понимают. В 8 год. Чуть-чуть. Женщины с начала двадцатого века начали работать. У вас трудно задавать вопросы? Да. Вам надо помощь? Нет, я сама могу, не взмокается. Вот вы сказали, что мы сегодня на первом занятии будете давать нам именно материал для теста, чтобы систематизировать наши знания, если они у нас уже есть. А на второй части занятия мы будем применять юридический язык в какой форме? То есть, ну, это будет игра, либо это будет какое-то задание, текст нужно будет самолировать, в каком это виде будет? Это будет тренинг в формате сократического диалога. То есть, у определенной есть технологии, у меня используется сократический диалог. То есть, через... Ну, я буду с тобой разговаривать или с вами? Нет, я буду модератором, в любом случае. Ну, и со мной, конечно. Я буду модератором, я дам вам задание, ну, кстати, и на первом, и на первом занятии, и на втором. Вы его выполните, и мы его будем проверять тоже. Угу. 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 Спасибо. У меня вопрос. Вот, мы сейчас будем на первое, вот, за первое занятие, как вы из полтора часа, мы должны учить теорию. То есть, теоретические вопросы. На второй паре мы должны применить эту теорию. Но каким образом мы будем учить теорию? То есть, как вы хотите нам ее преподнести? Просто мы будем зублить эту теорию? Слова заучивать, их перевод? Или, возможно, в каком-то необычном формате это все? Все начинается со знания, так называемого запоминания. Работа с памятью. Вот, когда вы запоминали ваши имена, это я как бы разминал ваши компетенции памяти. Чтобы говорить о чем-то дальше, например, о компетенциях, ну, будем, конечно, поговорить с компетенциями, надо какие-то минимальные знания. И вот первая часть лекционная. Я дам вам вот это минимум. Что это такое? Это термины и соотношения. Ну, термины классификации соотношений. Это вот, как вы будете запоминать? Через опорный сигнал. Напорный сигнал – это метод Церон, был такой юрист в древнее время. И вот он придумал такое. То есть, как запоминать навечно? Через изображение, через картинки. Ассоциации, да? Нет, не ассоциация, ассоциация чуть-чуть другое. Это имеется в виду, вы, ну, память визуально, мы вспоминаем, как это все, ну, как это выглядит. Я дам вам вот эту картинку, она сейчас уже есть в группе. И вы увидите, я просто расскажу. Хорошо. Эту картинку я расскажу, смотрите, вот так, 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 все, все. И потом сразу же проведем упражнение. Эта лекционная часть, ну, 10 минут максимум, включая ваши вопросы. Спасибо. Итак, давайте приступим к самому правоведению юриспруденции. Напоминаю, что у нас называется публичное право, как публичное право в системе юриспруденции. И мы с вами будем идти от общего к частному. Чтобы понять, например, кто такая Елизавета, необходимо понять, кто такой человек, что такое человечество. Ну, мы знаем, что Елизавета – это человек, а значит, все признаки, которые свойственны человеку, свойственны Елизавете. Так, я узнаю у Елизаветы, что она может мыслить. Вот зашел и сразу вижу, что она может, потому что она человек. Это действительно. Если бы вместо нее была бы баллонка сидела, я бы подумал, и говорит, нет, скорее всего, я спрашивать не буду, она ничего не скажет. От общего участка. И я прошу ответить опорный сигнал, который есть в группе. Вячеслав, есть у вас? Если нет, тогда, может, как Елизавета Елизавета поможет. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...